Тимбилдинг Тимбилдинг это создать коллективный дух. Это пришло из Японии, то есть если бригада есть, то они должны ходить в один ресторан, в одно спортивное заведение, чтобы сполчить. Я вот долго думала, что такое определение лидерства. И в конце концов до меня дошло. Это надо создать преступную группировку и за год не сесть на зону и удержаться на лидерстве. Вот это определение лидерства. А какое определение тимбилдингу? Ну это надо совершить тяжелое преступление, год побыть в федеральном розыске, а потом чтобы оно разрулилось. То есть пройти спустя такие сложные испытания. Еще был такой случай. Один подчиненный убил из полиции одного человека, а про это узнал лейтенант. Так он сказал, вот я лейтенант тоже буду бить этот труп и вы тоже все бейте. То есть получается 10 человек он повязал кровью. Ну, своего рода тимбилдинг. Ну, чем закончилось? Они все загремели на зону. А по-английски будет звучать так. It pays to be a criminal. То есть оплата за то, что ты преступник, она всегда возвращается. Вот еще одно определение. Тимбилдинг – это укрепление коллектива. В прежние более сытые докризисные времена коллектив укрепляли совместными вылазками на бейсбол, походами на природу в ресторан за счет компаний. А сейчас остались вылазки на лачи в дешевую забегаловку за свой счет. Отказаться нельзя. Это, между прочим, нет уважительного обстоятельства. А так как коллектив типа тимплеер – это положительная характеристика, специальное такое качество, всегда отличаемое в обществе индивидуалистов. Так как вас назовут, если вы создадите впечатление, что хорошо уживаетесь с членами коллектива. То, что вы делаете для того, чтобы по дружбе положить на них часть своей работы, что афишировать не будете. Вот еще пример. За счет заведения в 10 часов, это программисты, они пили кофе и ели, короче, ну кончики, донус. Ну типа объединялись во имя корпорации. А в 10.30 кого-то увольняли каждый день. То есть вот представляете, вот дурдом. Два месяца подряд. Компания говорит, мы крутая, мы единые. Вот все сидят за столом, а через 30 минут кого-то кикнут, выгонят с этой работы. Вот такое бывает. Таймлайн – предполагаемое расписание, когда что должно произойти и сколько времени оно займет. Тайм ту маркет. Время между счастливым моментом придумывания продукта и временем вывода его на рынок. Если оно работает, то в принципе это время год-два. Топ-даун – командный стиль работы. Сверху дается приказ тех, кто внизу побежали ее выполнять. Тотал квалити – полный контроль качества, подразумевающий тщательный контроль за каждой стадии процесса, в результате чего конечный продукт не имеет дефектов. Это конечно идеальный сценарий, пришедший от лучших японских компаний, чьи продукты действительно имеют мало дефектов. Тач-бейс – поговорить, затронуть вопрос, насколько серьезно и угрожающе это звучит. В принципе легкое выражение полностью зависит от контекста и того, как оно озвучено. Трансформ – трансформировать, ну на английском это бюрократизм. Транзишн – переход. Тюн-ин – вписаться в коллектив, понимать указания начальства с полуслова, отословно настроиться. Есть похожее слово, называется «fine tune», ну окончательная наладка, чтобы там вообще идеально было. «Unsung hero» – скромный герой, типа «недославленный». Вот на таких все держится, которые предаются героизму непосредственно в конторе без расчета и надежды на признание. А не можем отказать себе в удовольствии процитировать синонимы из английского англо-английского словаря. Ну да, вы поняли, канцелярский английский находится, объясняйте, местным. «The stachanovich in the office slaving way and rewarding». А, понял. «Stachanovich в офисе, который работает как раб, не вознаграждаясь». Кстати, вы знаете, что «slave» в славяне, ну в переводе с английского, это получается «раб». Вот как-то обидно, но викинги-то все-таки были первыми князьями, то есть «slave» – раб, прикиньте. И классная пословица, но она уже арабская. «Work like a slave, rest like a shaykh». То есть, ну, работай как раб, я без национальных наездовал, и отдыхай как шейх. «Upgrade» – это уже русское слово. Кстати, есть похожее слово «downgrade» и «gradies» книзу. Ну, допустим, клиент говорит, я хочу дешевле, а согласен пожертвовать качеством. Я знаю прикольную историю. Один русский пять лет был в Китае. Его говорят, ну, расскажи о себе. Он говорит, чтобы выучить идеально китайский, надо пять лет. Ну, то есть английский беспредельно круто – это два года, а китайский – это пять лет. Он сказал, что там много безопасности, и вот его спрашивают, а почему вот «made in China» вот такие фуфловые товары? А он говорит, этот русский, смотрите, вот «Apple» размещает производство в Китае и другие компании, и все нормально, и там и спецификации, и стандарты выполняются идеально, на хорошем уровне, в товарном виде. А получается, что вот в России китайские товары, ну, pardon for my French, извиняюсь за французский, they are real sex, они полный отстой. Откровенно говоря. Почему? Потому что, ну, нормально развитые провинции, они находятся, ну, в Гонконге и так далее. Ну, вы поняли. Короче, восток Китая. А приезжает среднерусский, он на запад, он такой, давай делать товар, а там же, ну, фабрика никогда в жизни не делала этого товара. То есть, как она может сделать? И он говорит, а давай сэкономим на этой краске, а давай делать быстрее. А китайский инженер говорит, ну, ты понимаешь, ну, нереально такое сделать. Это полная агония. То есть, ну, мало ресурсов, мало времени. Может, ну, добавить нам чуть-чуть времени, мы впишемся все-таки в этот бюджет, хотя это тяжело, но выполним эту деталь с минимальными требованиями. А русский говорит, а, авось повезет, авось вартанет, а бы дешевле, дешево сердит, а потом назад в Россию перепродает. Вот так вот. То есть, получается, Китай может делать нормальные вещи, ну, вы видели, много чего нормального. А если вот такое, ну, явно некачественное, то, получается, наши друзья сэкономили чрезмерно. А urgency, sense of urgency, ну, чувство срочности. Может быть, вы слышали о Эйзенхауэре, президент США, он придумал такую матрицу, что дела делятся на четыре категории. Важное – срочное, важное – несрочное, несрочное – неважное и несрочное, но важное. То есть, реальная прибыль и ваша будущая перспектива, напишите, это важное, но несрочное. Ну, то есть, пример, вот форс-мажор, вы понимаете, о, да, деньги на кону, побежал, буду делать. А то, что вот рядом где-то перспективное направление, его надо, ну, заметить, обдумать, довести до ума, вы это не замечаете. А то, что вы делаете неважное и несрочное, то вот это холостое время. Короче говоря, матрицу Эйзенхауэра я очень сильно рекомендую, это по тайм-менеджменту. Utilize – использовать, ну, просто use – это было бы примитивно. Validate – подтвердить, value – это ценность. Любимая фраза Уоррена Баффета, что он стал богатым, когда прочитал книгу Грэхэма «Умный инвестор, intelligent investor». Идеи такие, что, допустим, вот компания может быть недооцененная, то есть акция стоит 100 долларов, а там, может, бухгалтер что-то неправильно посчитал, она в реале стоит 120 долларов. То есть надо покупать недооцененные компании. А vision – это видение, ну, не в смысле глазами, а видение, куда двигаться. Вот я скажу по себе, ну что, YouTube канал – это, конечно, круто, не надо больше спамом заниматься и больше пропагандой своих услуг. У вас какое видение, может быть, на демо-урок ко мне придете, узнаете много чего интересного и полезного. У меня много учеников, ну, руководителей высокого ранга, то есть я смогу там именно бизнес английский вытянуть, не просто базовый английский. Visualize – ну, это представить, work the talk, ну, то есть вот мы придумали, давай это что-то выполнять, подкрепление словами-делами. А ворчерст – это загашник, win-win – это смысл переговоров, что каждая сторона должна получить прибыль. Если, ну, чрезмерно продинамить собеседника, то второй раз на сделку у тебя не придет. А воркбейст – обучение непосредственно на работе, есть такое выражение – crash course, это такой быстрый курс, то есть мы экстремально быстро, ну, натаскаем на работе, чтобы ты мог что-то делать. Далее, wow factor – свойство привлекать к себе внимание, удивлять. World class – вот это хитовая идиома. X-Generation – ну, целевая аудитория для нелепых гаджетов. Extra – ну, дополнительная реклама. Yes Man под Халим, может быть, видели фильм с Джимом Керри, Yes Man подпевала. Кстати, тот, кто каркает по-английски – это, ну, naysayer – carcassist. Ну, тот, кто каркает, негативщик, который говорит, что «Ой, вам ничего не дано» и все такое. Yesterday News – вчерашние новости. Your call тебе решать. Zero sum game – ну, это такая ситуация, что на всех не хватает. То есть кого-то надо продинамить, кого-то надо эксплуатировать и манипулировать. Это из теории игр. Теперь расшифровка аббревиатур. Ad – это supreme. Account – это счет. Also known as. A or B – all other business – любой другой бизнес. Не обязательно бизнес, это имеет следующее и другое дело. Approximately – примерно ориентировочно. For the attention of – для внимания такого. ASAP – as soon as possible. BB – best regards. С наилучшими пожеланиями. Вообще, почему появились вот эти сокращения? Потому что после Второй мировой узнали прикольный фактор. Что, ну, английские слова, они в три раза короче, чем японские. И получается, ну, американцы могли лучше передавать информацию и нести меньше потерь. Какой из этого сделали вывод, что, ну, корпорации – это, в принципе, воины бизнеса. То они тоже применили вот эту огромную батарею сокращений. Это для прибыли, для святого профита. CC – копии сту, копии тому. Black – копии сту, слепые копии от тем-то. Ну, те, кому копируют, но другие это не видят. CEO – ну, директор корпорации. Chief Financial Officer – это финансовый директор, не базового главбуха. Cash and Delivery – оплата по получению. Extraordinary General Meeting – собрание без предварительного объявления. Estimated Time of Arrival – примерное время прибытия. FAQ – Frequently Asked Questions – часто задаваемые вопросы. Fair Information – к вашему сведению. GDP – Gross Domestic Product – валовый внутренний продукт. GDP – Gross National Product – HR – Human Resources. Вот подумайте, вы на Западе, вы не человек. Вы – человеческий ресурс. Human Resources. И задача корпорации – выжать в вас все соки по организационному поведению, а потом выкинуть на свалку. Так что, ты не человек, ты не гомосапиенс. Ты всего лишь Human Resources, который положил молодость и здоровье, работая на одну корпорацию. Incorporating IOU – это я должен тебе, это на расписках. IPO – Initial Public Offer – первичное предложение акции. Junior – младший, ну, senior, соответственно, старший. Pound – это фунт. Limited Company – ограниченное. Month – месяц. Number – number – not applicable. Неприменимый. Pay attention to sales. Обратим внимание. Personal assistant – секретарь. Per annum – ежегодно. Paid – оплачено. Please, пожалуйста. Please confirm. Пожалуйста, подтвердите. Public relations – PR – please turn over. Пожалуйста, переведите. Per week – в неделю. Quantity – количество. Налог на добавленную стоимость. Приглашаю вас на свои уроки. До свидания.